Я вообще хочу договориться туда еще. Я услышал вообще, что кровь она польет. Что кровь она продолжает петь. Она не просто говорит, она звучит, она поет, она продолжает петь свою песню. И эта песня была спрятана еще до сотворения мира, потому что писание говорит, что Христос был распят еще до сотворения мира. Господь, мы благодарим Тебя за то, что твоя кровь продолжает петь, она продолжает звучать, она продолжает нести искупление, она продолжает нести восстановление, освобождение. Она несет свободу всем, кто в ней нуждается, всем, кто взывает твоей крови, Господь. Спасибо Тебе за то, что мы имеем честь и возможность входить в это духовное причастие. Я чувствую, что есть какое-то духовное причастие. И зрелым людям, знаете, сильно им нужны вот эти предметы, как напиток и кусочек хлеба, или чего бы там ни было. Я чувствую, что это есть и происходит какое-то такое духовное причастие. Поэтому, если это тебе знакомо, ты можешь прямо сейчас своим сердцем просто причаститься, причаститься к его крови, причаститься к его свету, к тому, что несет его кровь. Какую победу мы уже имеем благодаря этой крови. Знаете, я такую картину видел, и видел, что у нас такие все, у нас рты, аж вот так вот, красные, мы напились его в краю вот так вот. Такую картину имею. Знаете, знаете, это было очень революционно Иисусу сказать, пей мою кровь. Когда многие сказали, все, я пошел отсюда, я не знаю, понятно, можно было потушить, потусить, но я не могу уже это терпеть, просто, идиотизм какой-то. А у Петра, он такой, ему было, ему нужно было в Господе все, ну куда нам идти, сказать. Я хотел, коротенько, это было послание, в общем, это самое сказать. Может, это было послание? А? А, в том, что сейчас было? Это было послание крови. Это продолжение. Спасибо. В общем. О, я даже в этот раз получился название. Да. Ага. Спасибо. Влаженные, которые прошли несправедливость, вот так я послание назвал. Влаженные, прошедшие несправедливость. И чуть-чуть почитаю в Мисписании, совсем чуть-чуть. Я как-то уже делился этим словом, но оно в последнее время мне, он как не опускает меня к этому, про несправедливость. И про то, как Иисус вообще себя ведет в несправедливости, кем он является. Я просто удивлюсь, и все. Знаете, очень важно помнить, что когда описание написалось, оно писалось прямым текстом. Оно не было разделено на главы, на стихи. Оно было потом сделано для удобства. Но и Бог, он не упустил этот момент, Бог не проспал, потому что нам сняться... Мы просыпаемся в 6.33, сразу, ладно, Матфея 6.33, и 6.33, и все царство может правдоваться. Или там, или кто-то просыпается в 5.55. А, так это Исаия 5.55. А, ищите Господа, Он близко. Ну и так далее. Но важно помнить, что оно не было разделено. Когда Иисус говорил, это не было разделено на главы Писания. И мощный момент о несправедливости. Самая большая несправедливость во всей истории всего, чего было, Вселенной, человечества, всех народов, это отношение к Иисусу Богу. Это то, что самый безгрешный, самый чистый, самый невиновный и пострадал, его распяли. Ну, его убили просто, жестоко. Это было жестоко. Даже вот о жестокости чуть-чуть тоже расскажу. У меня был на днях момент, я работал на стройке, нужно было много-много гвоздей сбивать. Быстро и много сразу же. В этот момент я как-то с Богом переговорил перед этим, у меня сердце было чуть побольше распахнуто. Я, значит, забиваю эти гвозди, и вдруг я понимаю, что вот тогда же тоже были гвозди. Тогда тоже были молотки. Там побольше, блин, да, такие. Двести, да, наверное, ну что-то такое. А, знаешь, когда нужно забивать гвозди, нужно прям немного, их нужно со всей силы бить вот прям, ну, не только вот физическое, еще прям всю душу положить туда. Я как будто бы пережил вот этот момент, вот этот вот, когда вот эти вот, ну, римские солдаты, они вот так вот всю душу вкладывали, вот так вот. Ах, ты добренький, да? Ну вот на, получи. Да, да. Ах, ты такой прям добряк, за всех умираешь, ну вот на, держи. И вместе с этим я увидел, знаете, вот эту вот любовь такую. Знаете, я предавал жизни Иисуса много раз, честно скажу. И весь момент, когда Петр, вот эта история, это конец 13 главы, я прочитаю, и вот, ну, держите где-то галочку, что Писание, оно целиком, оно делилось на главные стихи. Петр сказал ему, господи, почему я не могу идти за тобой теперь, я душу мою положу за тебя. Иисус отвечал ему, душу твою за меня прожишь. Истина, истина, говорю тебе. Не правда, я петух, как отвечаешь, что ты меня отрижешь. То есть, ну, так говорит Господь, ты меня предашь. И знаете, вот здесь вот начинается глава 14, вот это разделение. Знаете, это как рекламная пауза, короче, в самый крутой момент. Когда все чувства на самом пике, вот, такое колдовство современное. Раз, и пихают какую-нибудь зубную пасту, еще чего-нибудь. И теряется то, что было, и следующее уже по-другому воспринимается. А следующее на одном дыхании вообще. Да не смущается сердце ваше. В другом переводе вообще сказано, пусть сердце ваше покинулся от времени. То есть, вот, получается, я его сокращу вот так вот. Слушай, ты меня передашь. Ну, пусть то есть сердце. Покинулся от времени. Как-то так. Ну, это нормально. Это бесчеловечный. Справедливость, она требует. Ну, справедливость. В прошлый раз Лавра классно так удивился. Такое слово. Борцы за справедливость. Да, тебе? Есть борьба. Надо же, чтобы все было правильно. А Иисус, Он такой, Он даже нас перед нами оправдывает. Ну, самый суровый суд я, при отношении к победе, это я. Ну, смотри в зеркало, увидишь, что ты самый суровый суд я. В то же время, посмотри в зеркало, увидишь, как ты стал. То есть, другая же тема решилась. Вот. Это правда. И знаете, когда в нашей жизни происходит несправедливость, мне сегодня Бух Святой напомнил историю. Я не буду это читать, не буду читать. История Сары с Авраамом, или с кем-то? Да, с Авраамом. Когда он просто задавал ее в Карем несколько раз. Вот так, пожалуйста. Слушай, прикрой меня. Я тут завалю. Ты меня извини, но испособление. Сдавай ты с собой, а ты будешь сестрой. Я не знаю, женщины, вы мне это сами должны быть поделить. Если бы близкий человек, супруг возлюбленный, слушай, я не вижу, блин, я боюсь. Не страшно, мне даже не завалится. Давай ты будешь... Давай ты с сестрой побольше, но... И несколько раз она такая. Ну, это не даже, что мне кажется. Да. Истина, истина. Вот. И так вот... Простите, вспомнимайте меня. Библейское слово. А-а-а... А, вот. Замечательно. Ну, это про все нас, мужчины. Это 1 Петра, 3 глава. Так же и вы, жены, вы вернуйтесь к своим мужьям, чтобы те из них, которые не выгодяются словом, житьем, жен своих слов приобретаемыми, когда увидят ваше чистое, благовоязненное житье. А также, вы тоже, знаете, оно опять продолжается, одна из важных тем, что Писание, оно не делится. Важно его читать в контексте. А перед этим как раз написано. Оно в предыдущем месте Писания представляет. И так все про него. Будучи злословимым, он не злословил за него. Страдая, не угрожал, но предавал посудей крайним. Он грехи наши сам вознес телом своими надлево, когда мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его исцелились. То есть, опять же, вот эта вот история, что есть. Ну, знаете, вот каждый из нас есть эти невидимые истории. Вот эта невидимая история с Ааром. И Бог знает, через что она прошла, почему она согласилась. Может быть, это как вот, как зовут это, монахи, которым сказали, что это не Сафия, но Бог. Вверх в руках, чтобы просто быть послушан и все. Волжены те, которые проходят через неисправедливость. Потому что им будут даны, им будет дана Божья мира, справедливость, Божья точка зрения. Действительно. Это, знаете, когда вот в моей жизни происходит несправедливость, я понимаю, что есть еще какие-то крючки, за которые она цепляет, и имеет право в мою жизнь. И несправедливость, она тем самым освобождает и очищает меня, и помогает мне видеть, ну, его взгляд, приводочку зрения, его легкость. И в то же время, я так тоже изучил, потому что, когда кто-то ко мне в отношении ко мне видит себя несправедливо, тем самым Бог читает меня и допускает, чтобы немощь этого человека открылась. Потому что люди нас ранят своими немощами, они ранят нас своими ранами. И чем он меня ранил, у нас есть возможность либо ответить как-то правильно, либо допустить, чтобы это произошло, и покрыть этой вот, ну, вот этой вот любовью, которая все окрывает, все переносит. Как-то я рассказывал, что, вы помните, например, ударить по лево, предоставь право? И еврейская, вот, как это сказать, ну, в еврейской культуре понимали, что если тебя ударяет по левой щеке, то это значит нанести очень тяжелое такое, очень сильное унижение, нанести в жизнь человека. А если ты пил по левой щеке, то это забор, пил его. А право еще подставляли близким людям, родным, при встрече или прощании для поцелуевых. И получается такая, не просто какой-то мордобой там, что я должен тебе всем лицо подставлять, а именно тому, кто нанес самое большое унижение в моей жизни, сделать так, чтобы он стал твоим близким, твоим родным, ну, и это невозможно просто как-то правильно сделать. Здесь действительно благодать в своей силе, именно благодать, она позволяет совершать невозможное, что тебя бьют, а ты, ну, просто благодаря его любви, понимаешь, и действительно просто несешь вот эти, ну, беспомощные твоих близких, твоих друзей, братьев, сестер или, ну, или других людей. Любовь, правда, это? Да. Любовь – это совершенное оружие наимущенейшее. Совершенность. Аминь. Аминь. Можен. Аминь. Холодно. Если бы вы valuable за вашими JFK, не хотели забрать эти следы. Да. Сэр.